Продолжение следует... ...картинок схематических, посвященных рельефу плаща и нашему препарату, вот этому резиновому, где мы будем сравнивать эти изображения для того, чтобы могли схему как бы сопоставить с такой приближенной к жизни картиной. Вот я оба наших резиновых препарата здесь располагаю, буду демонстрировать вам на каждом из них по отдельности. Мы начинаем сейчас рассмотрение рельефа плаща с дорзолатеральной поверхности большого мозга. Конкретно здесь написано левополушарие, то есть мы смотрим вот подобным образом. Первое, что появляется при рассмотрении борозд, это борозды первой категории. Они обозначены у нас жирным черным цветом. И вот первая бороздка номер один, это сулькус латералис, это сильвивая борозда. Мы ее узнаем, вот она представляет собой такое углубление, которое раздвинув, можно увидеть пятую долю полушарий большого мозга, островок. И если мы не раздвигаем, то картина такая, как сейчас у нас изображено на основном экране. Вторая борозда это сулькус централис или роландова борозда. Значит, я хочу обратить внимание принципиальное на то, что мы ее опознаем. Вот по этому критерию роландова борозда, вы видите, не доходит до сильвивой. Между ними остается как бы такая перемычка, перешеек, если вы хотите. На самом рисунке, который мы с вами делаем, вот здесь заметно, что роландова борозда и сильвива не соприкоснулись. Это борозды первой категории. Идем дальше. Вот теперь появилось две борозды, которые изображены пунктиром. Почему? Потому что на самом деле их здесь нет. Они проецируются с медиальной поверхности. Если я раздвину мозг, то вот это изображение тех двух борозд, которые у нас третьим и четвертым номером показаны. Сулькус париета акцепиталис номер 3 и сулькус калькоринус. Сулькус париета акцепиталис, вот она. И сулькус калькоринус, вот она. Тогда промежуток между этими двумя бороздами это не что иное, как куниус клин. Итак, мы с вами сейчас назвали борозды первой категории, которые практически у всех одинаковы. Они имеют минимальную вариабельность. Вариабельность, в отличие от бороз второй и третьей категории, там уже отличий гораздо больше. Сейчас, теперь мы будем изображать борозды второй категории. И номером 5 это предцентральная борозда. Сулькус прецентралис. И опять собираю мозг вот так вот вместе. Если это была центральная борозда, то вот это сулькус прецентралис. Идем дальше. В теменной доле параллельной ей сулькус постцентралис. Вот она, сулькус постцентралис. Для того, чтобы нам удобнее было, я сейчас уберу ствол мозга. Он несколько затрудняет ориентацию и мешает при рассмотрении борозства. Вот так вот полушария правая. И сейчас я тоже убираю аналогичным образом из полушария левого. И их собираю воедино. Итак, следующая борозда, которую мы посмотрим. Сулькус постцентралис. Располагается в теменной доле. Эти две борозды, они могут соприкасаться с Сильвеевой. Могут находиться на расстоянии, как в данном конкретном случае. Здесь уже эта закономерность не абсолютно такая постоянная. Теперь перешли в височную долю. И вот борозда номер 7. Это сулькус темпоралис супериор. Параллельно ей идет еще ниже борозда. Сулькус темпоралис инфериор. Образначена у нас номером 8. Если детализировать, то в лобной доле мы должны показать еще две параллельно идущие борозды. Номер 9 и 10. Сулькус фронталис супериор и инфериор. Их изображения всегда бывают различные. Вот сулькус фронталис супериор. Вот она. И сулькус фронталис инфериор, она такая здесь прерывистая получается. Вот здесь идет сплошная, потом прерывается. Это тоже достаточно такая ситуация типичная, частая. На разных препаратах по-разному может выглядеть. Попробую перевернуть. А здесь она более узнаваемая. Сулькус фронталис инфериор. Более типичная. И сулькус фронталис супериор сплошная. Видите, на одном препарате справа и слева немножко отличается. Я опять возвращаю к изображению левого полушария, чтобы нам легче было ориентироваться. И давайте вспомним, что еще должно быть. В нижней лобной извилине можно различить еще две бороздки, которые отходят от латеральной, образуя такой своеобразный треугольничек. Вот они 11 и 12 номером изображены. Они так и называются. Рамус антериор сульци латералис и рамус асценденс сульци латералис. Рамус антериор, вот она. То, что у нас номером 11 изображено на схеме. И вот номер 12. Рамус асценденс сульци латералис. Вот она. Теперь мы переходим в теменную дольку. И здесь различаем номер 13 борозду. Вот она. Она называется сулькус интрапариеталис. Она разделяет теменную долю на дольки. И вот называется в связи с этим сулькус интрапариеталис. Вот так мы ее находим. Последний штрих. Есть еще две такие бороздочки. Очень непостоянные. По сути своей они не имеют названия. И поэтому, видите, я их нарисовал, но никак не пронумеровал. Что это такое? Это такие бороздки, которые окаймляют собою сулькус латералис и сулькус темпоралис супериор. Вот эти две бороздки. Давайте на препарате найдем. Вот мы идем по сулькус латералис. Доходим как бы до окончания. И видим эту безымянную бороздку, которая окаймляет уже участок под названием гирус супрамаргиналис. И точно так же мы идем по сулькус темпоралис супериор. И доходим вот до этого участка. Вот эта безымянная бороздочка, которой заканчивается задняя часть. Сулькус темпоралис супериор. Словно бы ее вот так вот ограничивая сзади. Вот теперь все обязательные борозды, которые мы здесь должны различать, мы посмотрели. Следующее, что нас интересует в этой связи, это на фоне этих борозд, которые мы уже подписали и назвали, как обозначаются сами извилины. Гирус фронталис супериор. Вот она. Тут не заблудишься, она легко узнаваемая. Гирус фронталис медиус. Вот это следующее идет. Ниже ее. Гирус фронталис медиус. И теперь, соответственно, и ниже гирус фронталис инфериор. Вот это все. Она у нас не подписана сейчас буквой С на схеме. Почему? Потому что на самом деле она подразделяется на три части. И вот они обозначены как С штрих, С два штриха и С три штриха. Что это за части? С штрих – это парс орбиталис. Значит, эта часть располагается кпереди от парс антериор сульци латералис. Вот тогда парс орбиталис – это вот эта часть, которая прилежит к глазному яблоку. Отсюда такое название. Парс орбиталис. Следующая С два штриха – это парс триангулярис. Вот она. Она располагается между двумя бороздками, которые мы с вами обозначали как парс или рамус антериор и рамус асценденс от сульци латералис. Одиннадцатым и двенадцатым номером обозначены наши схемы. И, наконец, следующая, третья часть кзади от парс триангулярис – это парс оперкулярис. Вот она – парс оперкулярис. Почему он такое название имеет? От слова «оперкулем» – «покрышка». Именно эта часть покрывает островок, который может быть визуализирован, если мы раздвинем боковую борозду. Значит, это ограничение как раз и послужило названием того, что вот эта часть С три штриха называется парс оперкулярис. Идем дальше. Следующее обозначение на нашей схеме – D. Вот ему соответствует эта часть лобной доли. Что это такое? Это гирус прецентралис. Гирус прецентралис. Она располагается между сулькус прецентралис и сулькус централис. Кзади от нее, теперь это уже теменная доля, располагается обозначение E. Это гирус постцентралис. Вот они. Значит, это гирус прецентралис и гирус постцентралис. Теперь в теменной доле обозначение F соответствует лобулюс парееталис супериор. Как нам ее найти? Мы с вами видели сулькус интра парееталис номер 13. И F – вот эта часть. Лобулюс парееталис супериор. Наконец, к низу от нее, вот обозначение буквой латинской G – это лобулюс парееталис инфериор. Вот это место. Лобулюс парееталис инфериор. Видите, она граничит с этим обозначением H, которое соответствует куниус. И указано, что это на медиальной поверхности. Мы уже с вами смотрели это место. Для того, чтобы его увидеть, надо перейти на медиальную поверхность. И подчеркиваем, что на дорзолатеральной поверхности клина, разумеется, нет. Он сюда просто проецируется, не более того. Наконец, в височной доле мы видим гирус темпоралис супериор. Вот это место. Гирус темпоралис супериор. Мы видим гирус темпоралис медиус. Гирус – вот она. И гирус темпоралис инфериор. Вот она. Что у нас осталось? Вот эти две окаймляющие извилинки. Гирус супрамаргиналис, обозначенная буквой L латинской. Как мы ее находим? Мы идем по сулькус латералис до конца. И вот эта окаймляющая ее с задней стороны возвышенность – это и есть гирус супрамаргиналис. И, наконец, следующее, обозначенное буквой M – гирус ангулярис. Аналогичным образом ищется. Мы идем по сулькус темпоралис супериор. И вот доходим до этого участка ее ограничения сзади. Это и есть гирус ангулярис. Вот таким образом мы на дорзолатеральной поверхности сейчас обозначили все борозды и извилины. И тоже хочу обратить ваше внимание на то, что, пожалуй, они более наглядные вот на этом препарате с сосудами. На втором препарате, который без сосудов, эти борозды и извилины, ну, немножко менее демонстративны. Но также вы их аналогичным образом должны уметь искать, опознавать и определять. Видите, у нас здесь есть подписи и есть соответствующие списки, где эти подписи расшифровываются. Пожалуйста, я вас к ним отсылаю. Теперь следующее, что мы будем рассматривать, это базальная поверхность полушарий большого мозга. Бальзальная, это значит, сейчас я соберу их опять и соединю вместе, вот такое расположение. Хочу сразу оговориться. На разных рисунках по-разному выглядит вот это место. Вы понимаете, что мы отсюда сейчас взяли ствол и извлекли. Если его вернуть на место, нам просто не все будет хорошо видно. Но сам по себе этот участок, он должен быть занят стволом. Этот ствол по-разному можно обрезать, но мы все время должны держать в голове, в памяти сам принцип, что этот отдел, он здесь искусственно зияет. На самом деле он должен быть занят стволом большого мозга. Итак, нарисуем очертание этого большого мозга с базальной стороны. Это будет выглядеть подобным образом. Все опознаваемо, узнаваемо. И теперь на рисунке мы изобразим перевернутый колокольчик. Это срез среднего мозга. На нашем препарате его нет. Понятно почему, да? Потому что мы извлекли ствол. Теперь вот сами ножки продолжили. Вы, впереди от них, вот два этих округлых образования, узнаете, что это такое? Сосцевидные тела. Все-таки я давайте сейчас сравню их с реальными обозначениями. Вот эти сосцевидные тела на препарате. Вот они. И тогда пространство, кпереди от них, будет занято воронкой, инфунтипулем и хиазмооптикум. Вот она появилась, да? Хиазмооптикум. Опять возвращаемся к нашему препарату из полушарий состоящих. Вот кпереди от хиазмооптикум мы сейчас нарисовали эти образования, которые составляют трактус альфакториус. С правой стороны, у правого полушария трактус альфакториус и бульбус альфакториус на всем протяжении показаны. А с левой стороны, у левого полушария, они отрезаны где-то посередине. Вот тут. Ну, а на нашем препарате трактус альфакториус виден с обеих сторон целый, неповрежденный. Теперь смотрите. Мы на схеме подкрасили какую-то область, которая реально располагается вот здесь. Что это такое? Это тригоном альфакториум, в котором большое количество маленьких дырочек. И эти дырки, это не что иное, как субстанция перфората антериор. Вот это серого цвета, мелкие точечки изображают именно субстанцию перфората антериор. И в конечном итоге это нам является таким основанием для того, чтобы уже теперь рассматривать борозды. Прежде чем мы начнем перечислять, я еще тоже хочу обратить ваше внимание на эту черную часть между двумя полушариями, которая соответствует срединной щели в ее нижней части. Чтобы просто подчеркнуть, что это пространство свободное. Ну, тут реально располагается какое-то количество жидкости в супраэхноидальном пространстве. Но это не относится к самому полушарию. Это пространство между полушариями. Ну и теперь смотрим борозды. Будем их обозначать и опознавать. Вот при таком расположении я хочу подчеркнуть, что борозда, которая у нас обозначена номером 1, вот она, борозда, обозначена номером 1. Вот это. Что это такое? Это sulcus temporalis inferior. Очень важный момент. Я еще раз подчеркну, я в предыдущих видео это говорил, и еще раз сейчас хочу обратить ваше внимание, чтобы не было путаницы, что обозначения этих борозд в атласе Синельникова и в наших учебниках не совпадают. И поэтому мы должны придерживаться единой схемы, которую сейчас и обозначаем. Итак, sulcus temporalis inferior при рассмотрении с базальной стороны мы можем увидеть. Вот если чуть-чуть разверну, вот так ее не видно. А если я поверну немножко, наклонив в противоположную сторону, она попадается. Но видите, она видна не на всем протяжении. Мы видим только ее переднюю часть. Так, sulcus temporalis inferior. Теперь уже следующая за ней медиальнее расположенная борозда, которая видна на всем протяжении височной и затылочной доли. Это sulcus occipitotemporalis. Sulcus occipitotemporalis. Вот она. И очень хорошо видна на противоположном полушарии. Вот она. Sulcus occipitotemporalis. Теперь следующая борозда, еще медиальнее располагается, она у нас обозначена номер 3, это sulcus col lateralis. Вот она здесь. Sulcus col lateralis. Наконец, мы обозначим вот такую, достаточно хитрую, я бы сказал, борозду, которая номер 4 у нас на схеме обозначена. Это fissura calcarina, sulcus calcarinus. Почему я ее так обозначил хитрая? Потому что, видите, она заходит с медиальной стороны сюда. И поэтому видна, ну, как бы частично, не идеально. Вот мы ее с вами уже упоминали, что она ограничивает cuneus. И вот при таком рассмотрении, ее часть заходит на эту базальную поверхность. Вот здесь это место. Вот оно. Вот это фиссура calcarina или sulcus calcarinus. Вот это место. Фиссура calcarina или sulcus calcarinus. Теперь, что касается борозд. Мы еще обозначим целый ряд бороздочек на базальной поверхности лобных долей. И все вот эти в совокупности, они обозначены одной и той же цифрой и называются во множенном числе sulciorbitalis. Вот это все sulciorbitalis. Здесь лежит реально глаз. И отсюда такое название sulciorbitalis. Наконец, посмотрите, теперь появилось еще изображение одной борозды, обозначенной номером 6. Вот я ее убираю. Убираю. И опять показываю для того, чтобы было понятно. Это борозда. Сейчас видно почти на всем протяжении в левом полушарии, там, где отсекли трактус альфакториус. А в правом полушарии только маленький кусочек видно, который выходит за пределы бульбус альфакториус. То есть понятно, что эта борозда реально спрятана. Она закрыта. Бульбус и трактус альфакториус. То есть если взять на настоящем препарате, вот приподнять и отогнуть бульбус альфакториус и трактус альфакториус, то мы увидим эту борозду. Если ничего не делать, она не видна, потому что прикрыта этими образованиями. И теперь нам осталось показать борозду номер 7. Видите, она подкрашивается жирным таким обозначением. Для того, чтобы напомнить вам, что это борозды первой категории подобным образом обозначались. Это не что иное, как вот участочек, который непосредственно прилежит к стволу. Если ствола нет, то мы и не видим борозду, а это просто часть такого большого углубления. И это не что иное, как сулькус гиппокампи. Борозда морского коня. Откуда такое название? Она так глубоко туда внутрь вдается, что на следующем занятии мы будем смотреть. Именно результатом этого вдавления является появление выпуклости на нижнем роге бокового желудочка. Эта выпуклость получила название морского конька, гиппокамп. Таким образом, вот мы сулькус гиппокампалис обозначаем как углубление, окаймляющее ствол мозга. Если нет ствола мозга, ее как следует и не покажешь. Поэтому я все-таки сейчас соберу одну из половинок, чтобы было наглядно. Вот так управу полушария я сейчас сделал. Наличие ствола. А улевого специально оставил. И смотрите. Вот это я отгибаю пространство. Это и есть сулькус гиппокампи. Или сулькус гиппокампалис. И мы еще раз повторяем, что от того, что она туда глубоко входит, она образует в боковом желудочке морской конь или гиппокамп. Теперь мелкие детали, которые тоже заканчивают наше обозначение бороздочек на базальной поверхности. Вот номером 8 появилось обозначение. Это сулькус риналис. Сулькус риналис. На нашем препарате она хорошо видна вот с этой стороны. Вот она, сулькус риналис. И наконец, после того, как мы все эти бороздки назвали, мы теперь между ними расположенные извилины обозначим. Итак, начнем в той же последовательности. Самая первая извилина. Извилины мы будем для сравнения с синим цветом обозначать. Если борозды мы прямо пересекали изображение борозд цифры, соответствующие, то извилины, ясно, что они будут между этими бороздами располагаться, чтобы нам удобнее различать было. Итак, номер 8. Это гирус акцепита темпоралис латералис. Гирус акцепита темпоралис латералис. На нашем препарате вот она. Гирус акцепита темпоралис латералис. Это в левом полушарии. Это в правом полушарии. Видите, что написано в скобках. Соответствует гирус темпоралис инфериор на дорозолатеральной поверхности. Как это понять? Значит, если мы развернем препарат, то вот гирус темпоралис инфериор, которую мы здесь обозначали, именно она же на базальной поверхности имеет другое название. Она здесь называется гирус акцепита темпоралис латералис. Вот это. И с противоположной стороны то же самое. Гирус акцепита темпоралис латералис. Следующая, более медиальная, расположенная извилина, она лежит между сулькус коллатералис и сулькус акцепита темпоралис. Название ее гирус акцепита темпоралис медиалис. Вот это место. Вот оно. Гирус акцепита темпоралис медиалис. Теперь мы идем еще медиальнее. И номером... Номером я перескочу. Одиннадцать. Обозначим гирус парагипокомпалис. Вот это все вместе, да? Гирус парагипокомпалис. А ее части, задняя часть, обозначенная номером десять на этой картинке, она получила название гирус лингвалис. Где это гирус лингвалис? Вот она. Задняя часть от гирус парагипокомпалис получила название гирус лингвалис. Вот это место. Наконец, передняя часть гирус парагипокомпалис, вот это, она получила название ункус. Номер двенадцать, ункус. В области затылочной и височной доли мы практически все борозды и извилины показали. Теперь, в лобной доли гирус ректус. Смотрите, как она располагается, гирус ректус. Вот ее обозначение между срединной продольной щелью и сулькус альфакториус. Это гирус ректус, прямая извилина. Кнаружи от нее множественные гири орбиталис. Если гирус ректус здесь, то гири орбиталис все вот это пространство занимают. Вот они. И теперь мы реально обозначили все борозды и извилины на базальной поверхности. И дальше нам остается рассмотреть, уже зная локализацию всех этих образований, центры мозговой коры. Тот же самый препарат, тот же самый рисунок. И на него спроецируем центры первой сигнальной системы. Это, смотрите, центр общей чувствительности. Его локализация гирус постцентралис. Гирус постцентралис. Центр стереогноза. Его локализация лобулюс париеталис супериор. Центр слуха. Его локализация гирус темпоралис супериор. Вот это место. И, наконец, они здесь нумеруются римскими цифрами. В области фиссура калькарина, как говорят, по ее берегам. По берегам шпорной борозды. Центр зрения. Но, опять-таки, чтобы показать это место, где оно изображено у нас, если вы будете смотреть, не знаю, как на экране, но на компьютере заметно, что это более голубой цвет, чем все остальное, потому что она словно бы сюда просвечивает с медиальной поверхности. Значит, реально располагается она в этом участке. По берегам шпорной борозды. Теперь пятым номером обозначаем центр вкуса и обоняния. Ункус. Где это? Опять-таки, с дорозолатеральной поверхности это не видно. Надо вот так вот развернуть. И поэтому он тоже изображен здесь голубоватым цветом. менее интенсивным, чем центр расположен на дорозолатеральной поверхности. То есть, ункус вот в таком положении на дорозолатеральной поверхности не виден. Наконец, из центров первой сигнальной системы мы обозначим двигательный центр в области гирус-прецентралис. Вот он. Вы замечаете, что здесь изображение перевернуто. Это так называемый гомункулюс Пенфилда, который имеет достаточно большую голову, туловище и довольно хорошо дифференцированные верхние конечности с проекцией кисти. А вот нижние конечности, они менее дифференцированы. Мало того, они не помещаются на дорозолатеральной поверхности. Как бы область голени и стоп свешивается туда на медиальную поверхность. Вот это центры первой сигнальной системы. На их базе, по мере обучения, развиваются центры второй сигнальной системы, которые в свою очередь подразделяются на речевые и надоречевые. Речевых центров четыре, если человек обучается вовремя. И по мере обучения появляются вот сначала, самым первым, центры обозначены у нас буквой А. Слуховой центр устной речи. Центр, позволяющий дифференцировать из звуков те сигналы, которые мы воспринимаем как именно речь. И этот центр формируется первым по мере воспитания ребенка, по мере его социализации. Но он также может формироваться в течение всей жизни, если мы учим какой-то новый иностранный язык. То есть практически его локализация зависит от базового центра первой сигнальной системы. И это общий принцип. Из него словно бы выселяются эти центры второй сигнальной системы. Следующий центр, он, видите, является двигательным. Вот эти центры второй сигнальной системы специально здесь покрашены как бы в клеточку, чтобы они отличались от центров первой сигнальной. Но цвет позволяет определить его двигательную или чувствительную принадлежность. Итак, речи двигательный центр, посмотрите, он располагается рядом с проекцией щек, рта, губ. И как раз обеспечивает воспроизведение звуков, которые нужны для формирования устной речи. Наконец, центр, расположенный в гирус ангулярис, это зрительный центр письменной речи. Дальше, по мере обучения, человек может освоить процесс формирования тех знаков на бумаге, например, которые соответствуют определенным сигналам для передачи информации теперь уже из звуковой в такую информацию письменную. Это зрительный центр письменной речи в гирус ангулярис. И, наконец, последний двигательный центр второй сигнальной системы, это двигательный центр письменной речи, который способствует именно движению, если тот распознаванию при чтении, я кажется, оговорился там, то двигательный центр именно обеспечивает движение, тонкую моторику кисти, пальцев рук для того, чтобы воспроизводить соответствующие элементы нашего письменного изображения, информации, которую мы хотим передать. Наконец, кроме четырех речевых центров, есть два надречевых центра, более высоко организованные, как считается. Это так называемый центр гностики. Видите, он располагается рядом с центром стереогноза, и словно бы из него тоже выселяется, формируется по мере обучения. Где это? Лобулюс париеталис супериор. Его характерная окраска здесь изображена такая, которая объединяет в себе и чувствительные, и двигательные элементы. Это особенность надречевых центров. И, наконец, последний, в гирус супрамаргиналис, это центр проксии, так называемый. В гирус супрамаргиналис располагается центр, обеспечивающий элементы трудовой деятельности, такие целенаправленные движения, которые способствуют именно практике тому, что мы можем из случайных движений перевести в осознанные для получения конечного результата. Вот эти центры мозговой коры мы должны уметь распознавать на подобного рода схемах и продемонстрировать на нашем препарате. Ваша задача теперь это как бы суммировать и уметь различать. Благодарю за внимание. На этом все. Прощаюсь с вами. Прощаюсь с вами.